Привет, дорогой друг! В этом мини-гайде ты узнаешь, как настроить микрофон фазмофобии и сделать так, чтобы игра воспринимала твой голос. Рассмотрим самый распространенный вариант, когда у тебя микрофон совмещен с наушниками. Для начала убедись, что джек наушников вставлен именно в разъем для наушников. Обычно это разъем зеленого цвета, а джек микрофона в разъем микрофона. Обычно этот разъем розовый. Если ты подключил свои наушники с микро в разъемы лицевой или передней панели компьютера, но микрофон не работает, это значит, что разъемы в передней панели не подключены. В этом случае тебе нужно подключить свои наушники с микро к задней панели компьютера. После того, как все верно подключено, убедись, что микрофон воспринимается твоим ПК. По идее, при подключении микрофона Windows сам подключает его и устанавливает стандартные настройки. Но давай проверим. В Windows 10, например, тебе нужно зайти в «Параметры», «Система», «Звук» и обратить внимание на графу «Ввод». Здесь нужно выбрать микрофон, который ты собираешься использовать в игре. Если он у тебя один, то он и будет отображаться в этой графе. У меня их два, поэтому я выбираю тот, с которым я играю. Зайди в «Свойства устройства» и отрегулируй громкость микрофона. Микрофоны, совмещенные с наушниками, не такие чувствительные и мощные, как отдельные микрофоны, поэтому здесь устанавливай значения от 90 до 100%. Возвращайся назад и говори в микрофон. Шкала громкости двигается, а значит микрофон работает. Если в других приложениях и играх у тебя работает микрофон, то настройку в Windows ты можешь пропустить, у тебя и так все в порядке. А вот теперь пришло время сказать, что в обновлении в «Фазмофобии» от 10 июня 2022 года, когда ввели новый вид грузовика и трех новых призраков, поменялась и система распознавания голоса. Тебе больше не нужно устанавливать языковые пакеты Windows и говорить в меню «Дай нам знак». Давай зайдем в игру и посмотрим, что делать дальше. Нажимаем «Параметры в меню» и в графе «Речь» выбираем «Русский язык», если ты хочешь говорить с призраками на русском. А теперь смотри, вот она, новая система распознавания речи «Воск», которая пришла на смену системе Windows. И ее поменять нельзя. Это означает, что игра приобрела свою собственную систему распознавания речи. Заходим во вкладку «Аудио» и выбираем в графе «Микрофон» тот микрофон, чью громкость ты регулировал в Windows. И вот очень интересный момент. Я сейчас говорю, но тест микрофона не работает. Ползунок не двигается. Но не паникуй. Как раз этот момент описан в обновлении от 10 июня. Звучит это так. Новая система распознавания голоса работает только тогда, когда вы находитесь на сервере. То есть тебе нужно просто поехать на задание и сделать настройку там. Тест микрофона не работает в меню. Ну что, нажимаем «Одиночная игра» и поехали на задание. И вот мы приехали на задание. И здесь мы можем все настроить. Нажимаем «Эскейп», «Параметры», «Аудио». И уже сейчас видно, что мой микрофон работает, причем очень-очень громко. Здесь ты настраиваешь общую громкость и новые дополнительные параметры. Это порог чувствительности микрофона и подавление шума. Настраивай это по своему усмотрению. Смотри в течение игры, что скажут тебе напарники. У меня все стоит на средних настройках. А также здесь ты выбираешь удобный для себя режим голосового чата. Первый режим называется «По нажатию» или «Пуш-то ток» или «Нажми и говори». Он наиболее приближен к общению по настоящей рации. То есть тебе нужно держать кнопку зажатой, чтобы говорить. Когда ты отпустишь кнопку, то тебя не будет слышно. Второй режим – это активация по голосу. По моему мнению, самый неудобный режим. Работает он так. Ты говоришь, микрофон это воспринимает и активируется. Есть нюанс, что из-за задержки может проглатываться начало твоей фразы. И третий режим – переключение, включить, выключить. Я пользуюсь им. На этом режиме у тебя появляется значок микрофона в левом нижнем углу. Когда ты хочешь, чтобы игра и напарники тебя слышали, ты включаешь микрофон, и значок горит белым. Когда тебя слышать не должны, выключаешь микро, и значок становится полупрозрачным. В фазмофобии особенно важно, чтобы призрак не слышал тебя во время охоты. Поэтому выбирай наиболее подходящий тебе режим, привыкай к нему и контролируй то, что говоришь. И еще очень важный момент. Заходим в настройки управления и пролистываем вниз. Здесь есть две кнопки. Нажми, чтобы говорить, и говорить по рации. То есть в этой игре voice chat работает в двух направлениях. Если ты говоришь с радиоприемником, доской уиджи, с напарниками, которые находятся недалеко от тебя, то тебе нужно зажимать кнопку M или V английскую, чтобы тебя слышали, если у тебя выбран push to talk. Если у тебя выбран режим переключения, как у меня, то на кнопку V включается и выключается твой микрофон. Ну и для разговора с напарниками, которые находятся далеко, нужно нажимать и удерживать кнопку I или B английскую. Ты можешь переназначить две эти кнопки на удобные для тебя. Добро пожаловать в фазмофобию и начинай играть. Я очень надеюсь, что этот мини-гайд был для тебя полезен. Пиши свои вопросы, свои идеи, пожелания, ставь палец вверх и подписывайся на канал. Всем спасибо, кто досмотрел и удачных разговоров с издраками. Всем пока-пока!